дамы и господа с вами стартуем второй матч этого вечером да некоторые паузы ребятам понадобилось потому что первые катка закончилась довольно быстро вот но здесь мы по расписанию даже в принципе кста супер четко 20 сколько там в 10 минут должна быть до в 20 10 вот мы здесь ребятам прям вообще минуту в минуту вас конечно же это попозже потому что задержка еще сверху вот мы вас уверяем мы из прошлого вам говорим что они вовремя начали пентуха 1 в 4 и первый раунд уже коллектива у икзе уходит и тут уже забавный момент тоже еще могу сказать как настрой накатку player 5 он же думкий он горит меня видели мой скин запомнили как только увидите не стреляйте но не знаю поможет ему это или нет сейчас увидим овушки первый раунд для себя забрали медицин ультанул на три килла попытка сыграть опять же через мирл там же у него на подхвате находится райден по медицинной информации нет везик справляется с загаром продолжение перестрелки против плеера но его идёт душить фрита опасная ситуация чё-то там да ретейк его не ретейк а фрит его увидел и все таки убил он вроде бы какую-то секундочку даже задумался стрелять не стрелять стрелять не стрелять попросили же но не вышло знаешь надо было чтобы он в угол и так сел еще и головой моталась стороны в сторону не я из-за этого даже сейчас пошел добавлять или даже лучше сказать исправлять ну просто безобразие на самом деле как так на нашем канале нет того смолика вообще этого профильный называется смолик кабан ран сейчас его увидите из ему все он теперь на канале там короче кабасик которого обычно но как паста в чате как же бывает типа я кабасик и не отдайте ну я я пробегу вот и такие случаи до используя когда кто-нибудь вот куда-нибудь бежит вот надо надо ну такой там кабасик можете использовать заходят потихоньку в а плент для себя игроки five elements на пахмет закрывает ретейка медисон погибает в языке лица живет на ненадолго судя по всему да квазику приход даже так ничего ты я понял тебя контакт для андрея он закрывает на пахмеда тут же залетает минус для фрида в язык продолжает аннигиляцию и третьего туда же почему бы и нет все так начиналось красиво я думал то что его будут сейчас съедать хаешками закинули пропустили дуалы в упор но ему все нипочем просто одному второму третьему по головам и выходит победителем или лучше сказать сухим из воды три раунда подряд забрали для себя у xz сразу же принято решение от команды five elements выйти в лобби но не знаю а ушки здесь просто в топили педаль газа навряд ли будут ее отпускать в чате пишет тоната с алоха и тут же непокорное привет булочко мяу ага здорово-дарова тонатас я мыши в чатик тоже написал он так расстроился когда на мировом я ему отдал на 60 секунд но он тогда написал минута в минуту этот счет секунду в секунду я даже сказал вот поэтому я такой а чё ты спойлерю щелк а он просто потом сказал что он угадал он угадал но ему повезло не угадать точнее по не повезло угадать вот так и скажу для вас ставки открытым x спрашивает хорда страна что копишь но на ставку поставил до 100 к поставил кто-то и даже больше не открыл там пока что-то показал то не показал не увидел окей будет видно позже когда ставка закрыться так точно кто самое большое количество поставки по-моему показывать типа топ-1 поставки карнатор внес 38000 баллов ну вот тонатас пишет как сам я красиво надеюсь у вас также ребятам у тебя в частности особенно со здоровьем у всех все что было окей все шо было колёво 3 в 5 и тут он налоги падает за каркинтуха здесь один сражается против притек теперь поиска только что убил но вот размин последовал player 5 все включай кабанчика и побежал но вперед ногами мэри снова тут вынес с моста это 4 0 да не сухомяточная пока нужно запить особенно с таким бегом опять же можете узнать если вы кстати не видите эти смулики в чате значит вы не установили расширение нажмите в восклицательный знак смайлики и вам бот даст ссылку на расширение которое не является продуктом и нового поэтому на ответственности никак не несём ставить на свои страхи риск но это просто дисклеймер а так это приложение которое используют просто ну я смею предположить что твичом пользуются миллионы поэтому вот миллионы людей пользуются этим расширением и чатятся с удовольствием потому что много смуликов и не только там разный функционал есть очень приятная приложенька вот поэтому вашему вниманию и вы сможете да видите и этот смулик который добавил только что и любые другие и использовать их не получится поставить на телефон это только если что для браузеров на компьютере ну ноут свои персоны компьютер продолжают кушать и кушать на хаешках там райден с везиком просто две гранаты два минуса загар разменивается по фриду но это три в три суммарно то 50 мы с вами лицезреем сейчас на счетчике продолжается перестрелка против кентухи на ланге вези пытается его выцепить на кентуха оказывается сильнее зато тут же разменивается райден а плент потеряли но я так понимаю осознанно это сделали для себя игроки а у экзем на лишний раз там медис не пытался вступать в какой-то файт попытался зайти в упор под смог медисы но не ожидал увидеть здесь загара и для райдена шансы все меньше и меньше плюсом еще и бомба была установлена кентуха остается в пленту но его тиммейт 377 в упоре под мидал райдена видели упор айден а вот это опасный момент для загара ну не-не-не-не-не мимо райдена не пройдешь 6 киллов у него уже в копилке при 60 ассистов и 0 смертей просто бегает сам по себе всех убивает никакая помощь ему не нужна 60 кстати 60 да прям как счет райдена вот такие дела я тебя запомнил пишет она то есть случайно в свою книжном обоим до дизнот ну тебя смерти из даже но я хотел другую назвать она как бы аналог и 100 из того аниме да это же аниме да есть вот но она называется там связано с это со стулом надеюсь не жидким с ним самым а я хотел сказать хорошо написал в к получается что нехорошо записан анатасом вот сидите перебойся на е-мое ладно ребятки здесь 70 пока что вообще не понятно как будут выкручиваться в five elements конечно ну условные 71 они могут выйти только поможет ли им это неизвестно player пытается зайти на б-плэнт медисон секрете его видели медисон успевает перехватить плеера но пахмед размеривается но бахмеда надо лопать он на позициях это спавна но пахмед погибает везика правда очень сильно просадил по хп но ритейк забирает за собой еще и загара правда загар перед смертью успевает скинуть хаешку кентуха на боковой но он не особо торопится с выбором у него на самом деле есть время для этого можно еще погулять немножко по карте может быть заставить соперника понервничать но раз по ритейку была уже остаточная информация то логично идти в противоположный план ставить бомбу там его точно не будет но ритейк об этом же думает так что он уже на перемещении и чекает здесь каждый уголок в надежде что кентуха играет какой-то более хитрый вязкий поинт-бланк но нет отход на дл ритейк аккуратненько смещается кентуха может услышать да 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 кентуха его слышал я думал ритейк будет и дальше идти достаточно медленно и аккуратно но он по итогу решил поднатопать на время есть конечно еще в запасе но его не так много понимает ритейк что происходит сразу же пошел душить дл где сейчас находится кентуха кентуха в упоре кентуху нашел маска господи ну тебе стало больно за ритейка мне всегда больно когда слетает маска и понимаю 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 это супер боль но может а мы вчера говорили ребята что вот так то так то но здесь наверно просто вкратце скажем что я думаю максим когда же ты со мной согласился да что ну вот ладно нравится им когда маска спасает от выстрела окей один выстрел маска слетела все уберите неуязвимость после первого выстрела убрать неуязвимость я согласился с тем что надо убрать неуязвимости чтобы при сбитой маски это не был ваншот в голову но был нанесен урон типа критическое попадание но я но типа или или просто сто процентов урона погасить от первого выстрела маска слетела все следующие выстрела уже ничего не спасает если попали то все хочу ну или просто после выстрела просто занизить урон так тоже можно в целом но мне оба варианта после выстрела вот если прилетает голову слетает маска то она наносит допустим критическое какое-то попадание по урону чтобы урон тоже проходил при этом но это дико имбовая штука когда у тебя слетает каской ты урона даже не получаешь за это чтобы какой-то урон проходил через эту каску там если что и так критический урон множители в голову 35 ребят ну вот тем более но это будет ваншот то есть если ты пробиваешь маску тут и ваншоте сделать так что у тебя маска на голове это стопроцентная защита до твоя но стопроцентная защита от ваншота но не от получаемого урона как это вот не знаю там один типа того типа просто чтобы пробитая маска не была полностью безнаказанной команда five elements один раунд для себя отжали и за вторым поехали медицин сопротивляется он играет на ланге пытается играть на контроле еще своего соперника он понимал то что его скорее всего могут покушать сейчас отошел назад но все-таки агрессии со стороны команды five elements он не сыскал возможно 5 есть сейчас ну даже невозможно они уже закрыли здесь нет смысла им искать медисона они прекрасно понимают что у него в руках пиндаты из пиндата он может на аркадных позициях по увольнять одного второго выйти там в 1-1 ситуации поставить бомбу но это все-таки 72 5 его бароне выстояли в первом же раунде смотрим за продолжением продастра пишите я просто фанат ойдзе чтобы нет чтобы да вот тоже можно и так сказать поэтому у каждого свои команды есть и некоторые да могут открыто болеть как-то ну например как бомбическая сразу она почему-то приходит на ум потому что ну именно открыто да и каждый раз приходит на матче смотрит поддерживает и не по ветру смотрят за эти за этим коллективом а именно с ним вот так поэтому это клёво когда есть такие ребятки то может болеть за команды пока смотрим за атакой которая хочет как мне кажется все таки бы в б пойти но это не точно потому что есть райден на миду и есть два игроков под альфы стенка и лон просматривается атакой но просто до этого тоже тут вроде были предпосылки к бы сейчас игрок пошел там за спинами там по-моему райден бросает они тогда визик аишки в сторону беты рассматриваем сейчас за обороны который будет принимать всю эту атаку закар пачка по фриду есть еще ретейк ретейку пытается закинуть закар но тут темы кисть и с ним уже хорошо а в это время на ланге есть проход и пальфа просто full открыто слишком хорошо переместились 5e тут вроде не докопаешься потому что быстрое перемещение типа ну вот а с другой стороны их получается просто развели . открыто но шибко то не поменяла ситуации потому что игроков то ведь не убивали поэтому а ошкам сейчас нужно те кто будет подходить закрывать вот а их пятеро пятеро соперников ой-ой-ой мэрисон нас пока не находится сейчас но бахмед выход за спину есть визик который спасает спину мэрисона но сам был убит руками с загаром получен и вот как раз то о чем я говорил до игроков заставили уйти в противоположную точку свободно поставили в альфе аошки и потом уже на перемещение обратно в альфу 5e выбили всех кто здесь был 7-3 ну вот в обороне другое дело опять же конечно это еще даже не близко к тому чтобы сравняться по счету с 5l с командовой экзем но тем не менее 5e делают все абсолютно для того чтобы это свершилось кого не даблкил вейзик на размене по плееру слетает опять маска я не знаю можно я буду постоянно смотреть сверху чтобы я не видел как эти маски слетают у меня просто так начинает триггерить пятую точку когда я это вижу это ужас какой-то вейзик еще один хэдшот он закрывает за собой загара на видит медуну пахмеда пытается вкинуть по нему дэмэджа ему это также удается но пиндат понятное дело супер красивая пушка вейзик как же он делает хорошо для команды восьмой раунд карман без проблем мужчина езжи ну тут во первых и магия чисел и не знают то ошки да со своей перспективой того силы с которой они подошли в этот матч он себе заработали последние остался на этой половине для них если они его забирают то сразу карту закрывает а для five elements единственная опция забрать 5 в ряд только тогда не выйдут на допы только тогда они смогут эту карту как там для себя попробовать забрать но все погибают один за одним двух последний и пять соперников для него есть двое на тычку да на тычку в принципе не получается карта все таки но может быть однокалитошно заходят в копилку ауэкзе здесь ребята могли чуть раньше наверно забирать потому что один раунд в котором спасла каско там ретейк если помните против кого он против ну бахмеда по моему оставался вот его спасла каско ретейк его убить из-за этого не смог окей вторая мапа это жами тонн так 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 вот и ожидаем медленные раунды от аэкзе хотя я не знаю просто часто и когда мы смотрели на за металлом в исполнении аушек в атаке у них все было достаточно медленно в плане того что они просто аккуратно подготавливали там любые выходы они просматривали то есть кста вот я уже даже наверно вижу каким раунд будет то есть медленная игра того что я уже сказал и ну бахмед и мне вот просто запомнилась его постоянная аркада на арку вот я уже вижу как он жмёт и как его наверно убивает ретейк который постоянно смотрит за лангом посмотрим насколько удачлив я в этом предсказании так скажем ну я думаю что вполне ожидаемая да так сказать расстановка игроков посмотрим но пахмет я полагаю что он опять же будет проживать на ланге сейчас но здесь стоит взять в учет то что вчера я задавался вопросом почему так много позволяли этому парню играть на лонг но это было опять же не в матче с аушками но он определенно завсегда ты житель этой локации и стоит его здесь брать в учет но если а ушки смотрели матчи вчерашние то я думаю они подметили для себя этот момент пока что игра центрального кафе для плеера под бы плантом двое под а плантом двое но вполне штатная расстановка да на семерке на работает в язык но больше просто в ожидании наверное открытие со стороны кову или его тиммейта это же кентуха чтобы те посмотрели что происходит на семерке но на самом деле все достаточно тихо и раскид гранат пошел в сторону а плантом а ушки массово закидывает эту локацию но при этом всем я бы не сказал что они готовят полноценный выход под альфу возможно это будет что-то из элементов фейка некоторые хаешки остались на крыше не лучшим образом они прилетели но при этом всем гранаты упасть и упали никому урона не 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 нанесли абсолютно смоки вот-вот развеиваются на ланге выхода вообще никакого не было интересно что задумали оошки у них есть еще как минимум на один залп гранат они вновь рассаживаются на те же позиции вновь полетели хаешки в сторону альфы загар в ожидании вместе с ну пахмедом на несколько хаешек падает как раз таки к нему подвину но пахмед работает в упоре на ланге вейзик его переигрывает продолжается перестрелка на а пленту здесь уже стягивается плеер который закрывает вейзика возможно загар выстоит здесь еще в гордом одиночестве да на пиксели перестреливает райдена но параллельная атака под б-плент приносит все-таки свои положительные результаты бомба была установлена 3 в 3 теперь надо ждать ретейка не в смысле игрока в смысле ситуации да надо как-то ретейкать здесь игрокам команды five elements но сам ретейк приходит центральная это закрывает плеера и продолжается файт уже закат и спам где находится загар вместе с кентухой кентуху вырубают моментально остался один лишь загар его тоже потрепало 37 процентов здоровья для выбивания плента но слишком мало а видит фрида неплохо влепил ему хэдшот ну и медицин просто такой ладно я пошел времени не оставалось то есть медицин сделал здесь все для того чтобы сыграть на на верочку да так скажем 10 секунда у него падает тиммейт и все что медицину надо там условно прожить еще 4 секунды не более того он это делает так что первый раунд спокойно отправляется в руки команды в экзе интересная задумка с хаешками и постоянным давлением на альфу все-таки подбайтить игрока точнее игрока игроков five elements удалось но сейчас не об этом а опасен на центральное кафе где ретейк с фридом уже выходят под альфу но пахмед сопротивляется он один здесь и поддержки ему ждать явно не придется правда ретейк заскочил на позиции кт спавна и но пахмед получает соперника в спину медицин на аркаде под арку но ретейк и так справляется со спины райден подсевил закрыл еще и кову остался кентуха который на кт спавне по которому есть точная информация аошки спокойно заняли для себя альфу на перекрывают сейчас хаешками и смаками обзора на кт бомба будет установлена но и кентуха фуловый не играет в бепленд видимо надеялся что это будет опять замануха не будет прямолинейной игры от аошек и он мог бы угадать но аошки сейчас сыграли совершенно в ином ключе бомба установлена у него меньше 30 секунд для того чтобы выбить соперника и и деактивировать заходит через кт спам вырубает в эзика но вот с мэдосоном уже не справился 2-0 но пока ошки играют достаточно вариативно вот эти два раунда в разном стиле в разных так сказать на тактических составляющих было были выполнены посмотрим что дальше цк player 5 балбит руками ради нам и отступает ради на тсп она будет расхита после него заход потому что первый фраг хороший был сразу же получен и по сути здесь можно попробовать влететь опять же ввиду взятого фрага поначалу везик забирает за кара но бахмед тоже был убит обунил центральном кафе теряет свое здоровье погибает немножко не доев здесь виталю и тух последний на к это спаун он уйдет и там его уже поджидать сейчас ретейк насколько будет внимательна кентуха кентуха ну-ка ретейк не топал вот кентуха просто внимателен было что посмотрел в эту позицию некоторые могут сказать так вот же опыт был дать повтор такой чате спрашивал базик а до скольки побед до бо3 я ему ответил в чате уже написал бо2 то есть могут разойтись на счете 1-1 будет ничья и по три очка возьмут за взятую карту вот здесь бы хотел себя дополнить что до 3 начнется когда пойдет финальная стадия она уже совсем скоро точнее быть на следующей неделе вот у нас сегодня и завтра последние игры групповой стадии до на живот как табличка работает а дальше уже пойдет привычная сетка где ребята будут играть было 3 а гранд-финал будет по стопе без преимущества если что в одну карту да но крайние два дня супер важны не скажу что они важны для команды уэкзе потому что у ошек и так там все прекрасно у них тридцать шесть очков они занимают первое место разница от команды а3 в 63 поинта точнее тоже нет наврал раунд это имел 13 до 13 раундов разница у них а ушки держат спокойно первую первую строчку в группе и последующие там матчи до для них в частности этот они особо ничего не решают но очень сильно решают для команды fly to moon dark horse и madhouse вот у этих ребят конечно ситуация там разворачивается не на жизнь а на смерть и все будет зависеть от каждого сыгранного матча каждого из этих трех коллективов смотрим на ложки судя по всему за пятым раундом приехали ковуня остается на позициях центрального новой зик его спокойно закрывает с беттера так что пятый раунд также без особых проблем отправляется в копилку а ложек здесь фаст раунд на плент судя по всему будет сразу же целая толпа дро а ну подожди ладно не через лонг через центральное кафе возможно но здесь три игрока для контроля более чем достаточно у команды five elements но тем не менее двоих они уже потеряли мэдисон пытается добраться еще и до кову правда теперь под б-плентом кентухе ожидать подмоги не придется кентуха 1 он получает хаешку вынужден покинуть свою позицию отыгрывает на широкой но райден начинает поддушивать в язык один-три концов у него здесь немного соперников потому что достаточно чтобы поставить . в этом раунде которая все-таки есть 51 тоже не сухометку five elements заканчивается и половины раскид на фаст от кого не но на семерку нет вас там там вы зигна аккуратненько просматривать сидит у него здесь все окей за шиворот бы здесь закинуть хаешку но фрид смотрит опять же есть некоторые курки опыт с мирового еще припоминаю эти моментики элементики поэтому он по здесь в любом случае предупредел не успел бы убежать игрок ритек опасно стоит раскид но здесь угол большой довольно-то поэтому чтобы чтобы убить ритейка там нужно прям открыться аэшки полетели и сами же игроки ауэкзе тоже от ритейка массовое убийство колония и кентуха были убиты не остался никто очень такой быстрый раунд после раскида имеется массовое убийство лопаточ вышел по хиккал ушел оборот последний раунд этой половины смотрим начало миссии но и команда уэкзе не особо церемониться начинает уже потихоньку обрабатывать игру на ланге центральное кафе пока что под смоками и навряд ли здесь получится какой-то эффект вау до эффект неожиданности five elements уже столько раз получали супер прессинг на цк что они готовы к моментальному приему там постоянно дежурит три игрока но посмотрим клюх тут все даже еще и четвертого стягивают здесь возникает вопрос зачем они это делают возможно будет перестановка игроков но пахмет уходит под а плент загар остается вместе с плеером на контроле центрального ну а кого возвращается под бетом раскидываются гранаты эти гранаты как раз на б-плент кову принимает своего соперника вэзик подрывает кого-нибудь на хаешке кентуха скорее всего тоже не жилец вэзик даблкил выбивание беты успешно но есть еще плеер который готов к этому сопротивлению но пахмет ему в этом помогает плеер даблкил вэзик остается еще на контроле под вином но но пахмет к нему заходил уже в спину правда этого было в любом случае недостаточно а вот плеер который принимает с широкой ставит точку 3 полкил вообще в принципе сделал да на контроле беты можно назвать этот раунд его именем и 6 2 друзья первая плей на закончилась опять же в пользу команда у xz и да сейчас не столь крушителен счет как это было на убежище но там 7-1 тут 6-2 разница всего лишь в один раунд теперь самое главное команде five elements продемонстрирует свою атаку посмотрим так ну и что да от них ожидать здесь какие-то быстрые раунды и или возможно медленные которые вот очень хороши у коллектива xz опять же не первыми там за ними смотрим чатки для вас коде а вот те кто новенький быть аккуратны потому что если вы просто так видите как он дропнут было в чат у вас не ведется иксы маханьки удаляйте оставляйте только все большие буквы и нижнее подчеркивание подчеркивание тоже купишь те год здорово добрый тебе вечер и всем тем кто пришел тем кто не слышал вам всем приветики пистолетики так ну и попытка быстрого открытия подоплент ребята там вставали на ящик в арке и оттуда их всех повыцепляли вон там уже хладные трупы ребят лежат раз-два и репейк готовится открыться дэм сейчас наверно выпрыгнет и мутимейт намазывает учусь маке плетели хаешка не знают от друга или от соперника непонятно в эту заход кого не ныряет под хаешку от друга отлично получается найти первый был по дебет им привет потянул время так что здесь и вы успел на помощь прийти и последним оставался колония в которого все-таки доедают 272 ронда нужно для победы в этой встрече коллектива айкз но оборона опять же на классе работает супер быстрая стяжка под б-плент ничего там не успели сделать для себя five elements и здесь они пытаются на ноге пройти под беттер на лан на ланге под беттер до хорошего прощения закидываются гранаты есть информация по сопернику в пленту медисон продолжает эту перестрелку на пахмет опять же делает красоту двойка для него но везик его быстро лопает и оставшиеся игроки команды five elements очень битые под загара падают хаешки на беттер загар попытался убежать на лонг но фрид его догоняет и остается один лишь флеер на 5 процентов у него два соперника на карте везик уже стягивается в сторону петты конечно у везика по хпшке тоже не шибко там да 20 процентов у него есть но я думаю что скорее всего будет играть под своего товарища придос остается еще на дл видимо ждали какого-то смещения в сторону беты но плеер проходом на вино или вообще отходом под позиции 7 может попасться в прицел везиком правда везик попадается в его минус для плеера фрид знает то что соперник играет на вино там же смоки раскинутым но и фрид потихоньку идет души там понимает где ему надо ловить оппонента но ему это не помогает плеер оказался сильнее в этой ситуации даже 5 процентов здоровья не помогли команде уэкзе забрать своего ласт оппонента ответный есть но это 73 так врыв или невр и никого не ждет там еще смоки лежат жижа по двойку раскинул себе хаешку кто двойки играет ритейк аишку пола летит 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 лети и упал туда куда нужно на ритейк здесь урона никакого не получил поэтому попытки есть вот атаки но бахмет раскидывает хаешки и отступил сейчас на семерку никто кста но тип смотрит там потому что плеер 5 стоит с хаешками здесь нужно обязательно смотреть опять же они могут разминать на 5 красиво стоит сейчас руку посмотрел хае и сейчас сам будет раскидывать игроки тоже на раскиде стоят и полетела это все дело в эту фрид играет на приеме у него тиммейт из зонтов да тут аккуратненько да райден стоит первый пошел от 2 хае плеер 5 его выжимает фрид давит педали посмотрел что на семерке есть еще игрок тут минимум два ну а мы с вами видимся на семерке троих и захват сейчас будет один игрок атаки сейчас стоит на респауне смотрит перетяг и на какой-то раскид тоже даст или просто страшно заходить вот кого не горит мне не страшно я пошел ходит его встречает фрид выйдет был убит череши мы там походу прострелили прострелили но бахмет да вот и пока на тесто никакого поджима но вот нужно что-то делать потому что два в пять уже ситуация у загара немногим больше хп душу не греет особо там может все потому что у него на . 2 1 . здесь может залезать спиндада вообще в легкую а ну бахмету здесь любую по ветру пустить и будет прикольненько обороне не прикольненько это 8 раундов зарабатывать себе но икзе последний остался и они выиграют если заберут но шансы на это как раз таки большие но fast round судя по всему будет от команды five elements они уже находятся на ланге и центральном кафе но вот кого опять же заходит один а тиммейт это где почему тиммейты под него не играют не на ланге не на центральном ритейк идет в архаду на четверку ритейк удается найти минус в этих его еще и поддерживает в этом поджиме минус на плеера остается кинкуха соло но и здесь судя по всему закончат красиво ошки сухомятка в раунде и девятый загорается на их стороне 2-0 для команды ауэкзе победа в кармане мани 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 ну и здесь я думаю можно сказать что это уже точно шикарное завершение групповой стадии для команды ауэкзе они дополнительные 6 поинтов к себе в копилку забрасывают и собственно у них становится 42 очка в противе с 39 от команды а3 у а3 все матчи сыграны так что здесь по местам скорее всего даже не то что скорее всего ничего не изменится первое место для ауэкзе второе место для команды а3 но вот что у нас будет с третьим и четвертым непонятно матхауса сейчас будут выступать против команды five elements для матхаус это супер важный матч им надо набирать поинты чтобы обходить команду dark horse и закрепляться в табличке здесь я так понимаю не обновляют их по местам поскольку я смотрю на fly to moon у них 15 поинтов они точно уже выпали из четвертого слота так что дарки и меды это вот еще два претендента на то чтобы закрепиться в топ-4 так а у fly to moon у них завтра против дарков единственный матч который может поправить как-то их положение если они дарков там выигрывают то а но если дарки вивейков выигрывают короче но завтра все решаться не то что будет все решаться там для fly to moon должно пройти несколько стечений обстоятельств надо чтобы дарки проиграли вивейком и fly to moon выиграли дарков тогда у fly to moon будут шансы но если дарки выигрывают вивейка fly to moon выигрывают дарков то здесь будет скорее всего подсчет по раундам и fly to moon здесь проигрывают так что шансы не особо велики я бы так сказал для команды fly to moon ну нужно поставить свечку не знаю поставить уже думаешь пора но в общем основной посыл таков что fly to moon скорее всего сместят из топ-4 и мы видим классики да увидим классику по четверке это а у x a3 dark и madhouse вот так вот ладно пойдем музыку слушать третий матч на сегодня madhouse и five elements надеемся на а ускорый старт